Во-первых, здравствуйте и поздравляю вас с днём рождения. Во-вторых, хочу написать вам об опыте наших арабских соседей. Я из Израиля. Они печатают в газете и в Фейсбуке выявление о том, что на выходные открывают сад. Сады намного меньше вашего. Для тех, кто хочет собрать все фрукты, продают за полцены то, что собрал. Например, в начале лета мы поехали, набрали черешни для покушать, для варенья. То, что мы там съели, не считается. То, что мы собрали, чтобы домой взять, мы за это заплатили 50% стоимости. Ну, когда сами собирают, это выгодно. В магазинах или на рынке, а сухую черешню нам выдавали бесплатно. И так собираются много желающих, сам хозяин собирал для рынка. Сейчас у нас появляется объявление на сбор сливы персиков, а абрикосы мы пропустили. Хотя это мой самый любой вопрос. А то, что попадалось собрать нашу луку, он потом так абрикосиками пахнет. Помню, ещё с детства. Папа наварит литров 10, а на год потом хватало на все праздники. Ему больше нравился процесс, чем излияние. Ну, в общем, не то, чтобы это был выпрек мой адрес. Я в этом году, как все знают, что урожай был очень, даже сильно приличный. Я, тем не менее, отказывался продавать. Ставлю вас известность, что я собрал, только держите за стул, 110 трехлитровых банок косточек. Кстати, сколько искусств, там ещё и такие есть, очень мелкие. Вот, это не конец, это где-то середина. Дело в том, что, ну, как бы сказать-то, вот есть выражение, использовать там, допустим, микроскоп вместо молотка. Можно, микроскоп можно в гость забить? Вспоминаю. Или, как сейчас, а у нас детей. В пятом классе я учился в школе в городе Владимир Волвинский, вон, в Крыму. Я прекрасно помню, как нас учили пользоваться микроскопом, как мы брали луковицу, снимали с неё плёночку, это особый случай, у луковицы этих, у репки. Снимаешь плёночку, она такая прозрачная такая. Кладёшь под микроскоп, и там прекрасно видно весь процесс клеток. Вот такие примеры, они, наверное, и сделали меня садоводом. Вот, а почему я вспомнил такой пример? Потому что у меня было всего лет 10. Наверное, поэтому. Вот. И понимаю прекрасно, что посещение такого сада, как мы, ноги бы подвигло. Но есть и обратная сторона медали. Это вот, допустим, Лада, это друзья, учёные люди. Вот. А представим себе такую картину, я просто скажу. Однажды некогда было, ну идите, но только просьба была такая. Собирайте земли. Я тогда только кольки не продавал. Вот. А стеснялся и до сих пор я абрикосовое платы не продавал за деньги. Ни разу. Вот. И тут раз, пошла компания, пять человек. И я потом увидел у них по два ведра в руках. И сразу, да ладно, соберите. Жёсткое правило. Пожалуйста, не рвитесь деревьев. Каждый оторванный. Видите, тема, тянется всё та же. То есть оторвал, плодушка уже не зарастёт. Вот плодушка, потому что отрываешься от плодушки. Рвёшь по-живому. Плод-то ещё не созрёл. Потом я увидел, когда они шли пятером друг за другом. Каждый оторван, как два ведра. И у всех у них были огромные мои самые плоды. Полузелёные. Вот, кстати. Крыльевская академика Фаина. Все они были полузелёные. Мне аж вычателось. Хотелось сказать им, пошли вы отсюда. Кто вам разрешил? Оставьте эти вербища. Я просто посмотрел, все. А, я сказал, а почему зелёные собрали? А вам чё, жалко? И вон их у вас сколько. Вот. Ну, наверное, может быть, в Израиле, может быть, люди более деликатные. Но вот у меня так обидно было, сердце заболело. Их жалко, ведь вы сказали, что собирайте. Там на земле было полно. Но им хотелось, чтобы они были более сохранные. Там, может быть, на компоты. А земли соберёшь, конечно, уже не то. Вот. Вот, пожалуйста. Просто наболело, вам, с вами поделился. А этот, друзья, ну и самое главное, что я не сказал. Так-то, уникальный случай. Представляете, продать человеку, подошёл там вот такие вот эти, А эти самые, апорты вот такие вот, где пальцы соединяются, видите? Вот эти, самые большие вот. Вот это апорты. Вот. Сперва, ну, вообще апорты, ну, вот это сажится, написано апорты. Вот, примерно такая. Это уникальный случай. Ну, а цены, цены. Не маленькие, но всё равно на рынок приходится. Просто, вот, привезли опять саженец. Но интерес отказалась сказать, откуда. Не скажу и всё. Тысяча 0,50 рублей любой саженец. Представляете? Дешево. А саженец, вот это было 0,002, 2 или 3. Высоемо на продажу. Если и купят всё это, по тысяче рублей, Это значит, что четверть миллиона, полмиллиона, И карманы сайдоборцев вонюта. А ведь ни один не запланились. Исключено. Просто 2-2,5 метра. Уже проснулись почки. Уже посадят без обрезки. Шансов 0,0. Вот. А здесь же целая лекция. Бывало же как. Не дай бог, если я там, мне говорят. Вопросы. Да, вот, Константинович, Пусть он оброскарит. Пока копаются, сажаются. Я уже. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так же все проходят. А другой стороны, слава разносит. А потом совсем уголков страны. А мы о вас слышали. Последние два случая уникальны. Один преподаватель служа посоветовал ко мне обратиться. А другой, тот вообще хозяин питомника. Северный сад я набрал потом, если вопрос. Оказывается, их несколько питомников. Кто-то здесь сказал, обратитесь в Лизу за сад. Вместо того, чтобы сказать, берите у нас. Вот так слава и расцвет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова